Друзья, здорово! Приветствую вас на канале Никиты Крылова. Называется Погнали и прямо сейчас я и Юлия Олеговна находимся в самом пасмурном городе на планете Земля, потому что в принципе еще ни разу именно в этом городе мы солнца толком и не видели, а сегодня еще и идет дождик. Вот это город Сочи. Так вот, сегодня мы решили покинуть немного его. Вначале мы не в Сочи находимся, мы находимся в городе Сириус. Мы решили покинуть этот чудесный городок для того, чтобы отправиться в сторону гор. В общем-то туда мы и погнали. Выехали с Юлией на самую дорогую дорогу автомобильную. Ну, одна из самых дорогих она в мире считается. Но в России она самая-самая дорогая. Ее там потребность 50 километров. И она идет по такой горной реке. Ну, качество асфальта, оно прям супер. Тут никто ничего не поспорит. Тут просто были... О, ласточки идет. То есть самое крутое, что еще и поезд идет в эти горы. Хотя он, честно говоря, сейчас не востребован. Но это не важно. Главное для Олимпиады сделали. Вот. Он идет вот такая горная река. Поезд идет и дорога идет по ней. Вот мы, например, ездили в Абхазию у озера Рейса. Там такой серпантин. Здесь же, в принципе, суть та же. Вы должны в горы доехать. Только здесь еще и дольше вы от берега. Но дорога намного круче. Вот. Еще, причем, есть дублер этой дороги. То есть две дороги сразу построили. Для того, чтобы если вдруг какой-то высокий чиновник, например, едет. Он едет по основной дороге, а все остальные по дублеру. Вот этот желтый туннель. Это как раз таки и есть туннель дублера этой самой дороги. И раньше... Вот уже какая-то вертолетная площадка, что ли. А, нет, не вертолетная. Просто площадка. В общем, раньше этот дублер... То есть была старая дорога. По сути, она там и шла. Но она была такого плохого качества, что ее там Дорогой Смерти называли. И люди в прямом смысле несколько раз в год там срывались машины, например. Там или камнем прибивало. То есть люди умирали. Прям в прямом смысле. Потому что... Ну, потому что было очень опасно. Ого! Тут такой туман какой-то в туннеле. Смог прям. Я даже подумал, может дым какой-то. Мне нормально все. Мы уже приехали. Мне вот эта вот мусочка фоновая. Какой-то снова-таки Диснейленд напоминает. Такую атмосферу создает. Поэтому, если хотите атмосферу создать, уважаемый руководитель, не знаю чего. Обязательно мусочку включайте. Поможет обязательно. Галактика. Это галактика у нас. За подарками в галактику. Но мы ничего покупать не будем. Что мы вообще что-ли? У нас в домике играют с промо-курортного комплекса. В общем-то, мы уже на крыше, да, галактики. Пойдем еще на ту сторону посмотрим и пойдем уже отсюда. Красава? Э, не знаю. Так, а вообще, если все хорошо, если все работает, то нам, знаешь, куда надо добыть, до, 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 до это, долететь? Вот как раз где вот это вот солнечное пятно такое. Да? Самая-самая вершина, да. Высоко, да? На петре меньше мы станем, надо. Ну, зашли на территорию курорта Роза Хутор. Здесь очень не хватает микрофонов, динамиков, чтобы не горную реку мы слышали, а какие-то звуки новогодние. Сказки не хватает. Здесь у нас есть и каток, у нас здесь есть и, господи, супермаркет. То есть, в принципе, курорт, понятно, что он не прям, точнее, он не дешевый курорт. Но здесь можно отдохнуть за приемлемые цены, если вы просто будете экономить. Не обязательно, что необходимо там тысячи, тысячи долларов отдать, чтобы здесь полывать. Нет, можно ехать не в сезон, самый пиковый, то есть не новогодние праздники. Можно выбирать там не отель, а хостел. Можно выбирать жилье, например, чуть подальше. Но лучше, конечно, здесь жить, чтобы пешком ходить. И здесь все-таки всякая тусовка происходит. Ну и питаться тоже выбирали где. Не в ресторанах, а тот же Мак, тот же перекресток, что-то купили, перекусили, да и все. Подходим уже к Канадке. Уже что-то даже надоело идти. Много прошли. Вот, но есть у нас цель. Цель это, конечно же, желудок зовет какая. Прямо сейчас будем ее осуществлять. Если вы хотите посмотреть актуальные истории, заходите к Юльке на страничку в Инстаграм. Все ссылочки есть в описании. Купили мы два билетика, значит. Когда мы сюда прибыли, до того, как мы пошли в Мак поездить, тут были очень много больше. Вот мы сейчас купили. Получается стоимость 3,300. Это примерно 20, ну 30 долларов. Вот такая вот цена сейчас на двоих, на самую вершину, на самую туманную вершину. Ну а очередь тоже на подъемнике была что-то прям огромная. Аж стояли они фактически дотуда. А сейчас, не знаю, ушла куда-то в очередь. Уехала наверх. В общем, сейчас все будем спокойненько ехать. Отправили ночную поездочку. Потихоньку поехали. Все, мы прибыли на первую станцию. Дальше, дальше путь наш лежит к вершинам. Стоп. Лох. Мне нравится. А зачем мне снова? Давай, какой-то вид. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... тормозил как раз но самому сколько . как самолете на самой вершине посмотри и открывается с вершины тут холодно еще и ветер дует такая зима зима прям настоящий круто конечно но единственная беда что здесь все в тумане елки-палки а красота красота неописуемая вот эти вот пушки вот эти трубы точнее это и есть пушки которые оберегают лыжников от лаин то есть если узнает датчик что снега слишком много то что происходит просто пушка делать заряд ночью сходит лаина вот и все вообще очень странное ощущение вроде тут смотреть на час но нечего вообще потому что все в тумане но при этом все такие радостные почему-то все думают ой мы так высоко а как высоко никто не видит туман причем он вообще такой еле еле прям видно вершину окутал да и все просто вот не хочет разъединяется и все вы можете насладиться видончиком это видно гора чугуш вот она джема рук горы воробьево вот две горы где-то там вот уруштен да ну а здесь вот недалеко каменный столб не стоим тысячи метров вот кавказский ну бывает всякое на самом деле я выглядывал выглядывал погодное окно но было ясно что когда мы ехали что скорее всего его не будет идеально что ты так радуешься с ним из-за тебя сейчас лавина будет видите как надо радоваться снега чтобы хотя бы просто протянуть ножку тут а у меня нога не проходит у меня нога большая не проходит мне не везет давай пускай лавина пускай вообще такая 10 дня за какая-то атмосфера такое у всех приподнятое настроение кто-то в снегу катается купается вроде туман мне никто не расстроился нормально все думают круто снег представляете насколько тут много снега что даже вот эти вот палки вставили чтобы потом знать где от грести лестницы все видно что как заметет иногда наверно вообще весь курорт ждет когда наконец заметят потому что мы даже слышали на подъемнике поднимались недовольные господа говорили что когда на и конец выборит мол приехали а кататься нельзя кстати в розовых они хотят очень-очень прикольно все видно сейчас покажу да как вам так все серо-серо я уже что ты хоть снежок тяпанами хотя больше желтый снег или белый нравится желтый по это паспы а розовый снег нет ну так вот ваша кайфы вроде очередь но повезло что мы вдвоем все-таки присели в эту габиночку да замерз на вершине так холодно о чем это грех тут даже обогреватель не в кабинке теплее надо однозначно вот туман он же прям на вершине на вершине самой так обидно конечно ничего страшно в принципе в дочке чуть чуть ниже вы все увидите скорость 6 метров в секунду она великанских горках 23 метра в секунду где мы катались вот мы здесь на такой скорости тоже поехали конечно очень сильно круто вот смотрите видите уже вот виднеется все мужик из тумана из первого вышли телефон страшно быстро садится максимум меньше меньше уже девять процентов вот так камера нет камера мне так не подводит спасибо большое камере но очень красиво здесь никто не будет творить но все вершины в тумане именно вершины вообще за счет этого в принципе сочи и есть таким курорт потому что воздух холодно не идет с той стороны потому что там кавказ а теплый тоже он задерживается через черного моря потому что тоже горы его просто держит вот и все поэтому здесь и вот эти туманы поэтому именно на вершинах воздушной массы и останавливается промежуточную станцию проезжаем на посадку установить классные трассы здесь вот никто не будет спорить черные красные какие хотите на продаж мне кажется на курорте мало трасса трасс таких легких но если вы умеете кататься то это сейчас супер это прожектор белый такой или что там это на этих самых продать на прожектора не это прожектора на снежных пушках вот видите снежные пушки на них просто так сделали прожектора и все тут они уже хорошо снега насыпали эти пушки да все из зимы переходим в лето так резко причем то есть хоп здесь есть снег все зима закончилась доигрались поговорить там красивее идем на ордельбан сразу показывать цены один круг 990 рублей с ребенком 1450 два круга 1453 круга 1650 ну если вы вдвоем идете например вот я захочу силе врага там ограничение 150 килограммов вот но все равно вы покупаете два билета то есть единственное что если кто-то и боится тогда вы покупаете едете даем а так в принципе лучше конечно по одному чудо а так блин еще круто конечно внизу не проходит и все нам за пару или если ты весила немного поменьше то то ничем все равно не произошло очень красивая вершина про классно хочется кататься нам сюда точно вернуться зимой так пока мы ожидаем устройство саней вот вы присеяли значит можно вдвоем ехать но мы по одному и в принципе вот вот сюда этого едете она себя значит и стоит все просто юля пока думаю что я не буду тормозить но на самом деле что-то мне подсказывает что я подтормаживать все таки буду а а а прикольно а 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 Терево-браточку едем. Ну вот она вся отрасль. Прикольный аттракцион. Главное есть, короче говоря, лайфхак, который мы поняли с Юлей уже. О, холодно как. Который мы поняли уже после того, как стояли там в очереди. Если у вас двое или трое, вы покупаете три круга или два круга. То есть человек просто, это получается дешевле. Если так, 990, один круг, то два круга 1450, три круга, не помню свою цену. В общем, вы экономите за два круга, вы экономите 500 рублей. Один человек прокатился, а второй человек идет на второй круг. И он делает это без очереди. Вот что самое главное. То есть, по сути, прокатилось два человека очень быстро и сэкономили 500 рублей. И пошли съели бургер какой-нибудь. Вот он лайфхак. Ох, стало еще красивее вечером, потому что вершины наконец оголились. И было заметно, что роза пик тоже прямо сейчас уже все стало без облаков. Но сейчас 4 часа вечера. То есть, через 15 минут последний оттуда будет вагончик спускаться. Там уже очередь на спуск. А если не спустился, то что? А по-любому спустился. Тебя спустят там. Там же есть инструкторы, которые все за этим следят. Поэтому территория огорожена, что нигде там не спрятался. Кафе там закрывается? Все. Не, ну там есть спасатели. Вот. Ну я не знаю, мне кажется, это прям... Ну я говорю, кафе даже раньше закрыться там. Странно. Да, конечно, да, да, да. Это обязательно. Вот. Красиво. Тут рога какие-то. Как-то она даже больше. А, торчок. Становится похоже на... А сколько здесь? Красивые, сказочные места. Когда вечер наступает, все уже, подсветочка начинает включаться. Нет вот этого серого мрака. Нет этих облаков наверху. Блин, все-таки здесь классно. Не знаю, почему здесь классно. Сколько раз здесь не было, всегда мне очень нравилось. Не будешь фотографировать? Юля расстроена, что ресторан не забронировался сегодня у нас. Четыре часа уже здания. Гады сволочи. Едят и едят. Едят и едят. Да. Куда? Как так можно вообще? Ты именно заходишь, у них именно полная поляна. Да. Именно алкоголя стоит. И еды. Мне кажется, одно блюдо съело, обожрался. Да. Они прям с размахом гуляют. Видите, как красиво стало. Какая елочка. Какая она... Ну, очень. Мне очень нравится елка. Ой, красота. Ой, лепота. Ой, лепота-то какая. В общем, вечерком здесь даже круче. А еще подсветка, когда включится. Просто вообще кайф. Ну, иди номер один, Саня, я тебя хоть сниму. Давай. 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 Как будто ты победила. Давай, руками вообще. Давай. О-о-о-о-о. Все, ладно, хватит. Все, слезай. Ты не номер один, я номер один, потому что. Эй. Телефон? Спасибо. Будем заканчивать видос, потому что мы уезжаем. Чуть не дождались подсветочки, но я не знаю. Тебе понравилось тут? Да. Мне тоже, честно. Я не знаю почему. Хотя приехал сначала что-то такое. Видимо, пасмурное небо играет свою роль. Думаешь, да господи, как-то вроде лучше же было здесь. Да нет, все классно. Все здесь по-настоящему так сказочно, весело. И, я не знаю, горы какую-то такую атмосферу создают. И здесь вот все сделано для людей. Называется, трать деньги не хочу. Разные развлечения, разная еда, разные напитки на вкус и цвет. Все, что захотите, все здесь есть. Я думаю, этими словами никакую Америку не открываю. Просто для себя какие-то факты снова-таки подчеркиваю и понимаю, что я очень хочу сюда вернуться. Только я хочу вернуться уже покататься по-нормальному на лыжах и на бороде. Хотел бы научиться кататься. То есть это место, блин, в которое ну хочешь возвращаться. Я лично третий раз уже поднимался на вершину. И еще бы поднимался и поднимался. Вот. Но мы сюда обязательно, надеюсь, вернемся. Потому что, как минимум, как минимум, Юлька, потому что не увидела, что у нас на вершине творится. Насколько красиво, да, это все. Но, что там примерно, конечно же, мы так понимаем. Потому что чуть спускаемся, там уже тумана не было. Все, буду заканчивать. Всем всего самого лучшего. Подписывайтесь. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на наши инстаграм-аккаунты. Все есть в описании. Поэтому приезжайте. Приезжайте не только в Крым, но и на Роза Хутор. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok